На повестке дня у нас Хойк. Что это? Как это? И зачем это? Возможно где-то есть такой ролик, но теперь этот ролик есть не где-то, а здесь. Ну, получается теперь есть и здесь. Всем холл и народ, с вами снова я Молтор. В террарии есть особый баг, который принято называть фичей. У него достаточно много интересных механик и применений, и имя этой фичи Хойк. Да, Зигсман рассказывал о Хойке, но как оказалось, бывают у него и более интересные функции. Поэтому оставайтесь со мной и смотрите этот ролик от начала и до конца. Ну, а я начинаю. Хойк – это особая механика, при которой у блоков нарушается коллизия. И при передвижении через такие блоки различными объектами могут происходить разные вещи. Как пример, можно стрелять сквозь стены или быстро передвигаться. Но обо всём по порядку. Начнём с общеизвестных фактов, которые знают многие, хоть и не все. Возможно, вам когда-либо хотелось научиться проходить сквозь блоки, ну или хотя бы стрелять сквозь них. И вам нужна либо АФК-формилка, либо вы фетишист неосезаемых блоков. В любом случае, это сделать крайне просто. Ведь всего лишь три каких-то платформы творят чудо, и вот вы уже идёте сквозь стену. Однако стоит помнить, что этот фокус не сработает, если вы не зажимаете кнопку движения вниз. И есть ещё один хойк, о котором знают многие. Его основное применение и в принципе механика взаимодействия – быстрое передвижение без особых затрат. Система тут посложнее, но в целом в начале такой дорожки должна быть платформа, обработанная молотом. И блоки также должны быть обработаны молотом и ставятся через один. А если вам надо вверх, то поставьте блок вот таким вот образом, и молотом обработайте уже по-другому. Чтобы сверху поехать влево и слева, соответственно, вниз, просто стройте от зеркалина. Вот как тут и получится кольцо. Это достаточно скучно, и вас этим уже не удивить, поэтому погружаемся глубже. Для начала я вам покажу, как объединить хойк для движения и хойк для неосезаемых блоков. Пока что это не звучит как погружение, но это уже принципиально другой хойк. Чтобы соорудить это непонятное нечто, достаточно просто установить блоки как для хойка передвижения, и автозаменной блоков заменить их на платформы. Такой хойк, в свою очередь, имеет крайне интересные особенности, такие как возможность не зажимать кнопку движения вниз при заходе, возможность начать двигаться из любой точки хойка. Также это выглядит как волшебные рельсы, и к тому же не пропускает никого и ничего с противоположной стороны. Благодаря такой механике, этот тип хойка можно использовать на фармилках как односторонний неосезаемый блок, ну или просто разыграть друга. Правда, следите, чтобы он потом не разнес ваш дом. Что? Вы думали на этом всё? Да как бы не так. Помните вот этот хойк? А вы пробовали повернуть его на 90 градусов? Звучит как абсурд, но нужно действовать просто по-другому. Вам нужна такая конструкция 3х3 блока с платформами в третьем верхнем ряду. Вставайте посередине и начинайте ударять молотом по средней платформе, и в конце концов это вытолкнет вас вверх. Причём это произойдёт даже если толщина потолка над вашей башкой 2 блока, а то и все 3. Однако, если толщина потолка будет больше 3х блоков, вы просто тупо застрянете и выбраться сможете только вниз. А если вас бесило то, что вам нужно слезать с маунта, чтобы попасть в свой дом, достаточно просто поставить платформы над дверным проёмом и ударить молотом вот таким вот образом. Примечание. Не работает, если вы закрыли дверь. И наконец, хойковый таймер. Полезная штука, ведь если вы найдёте ловушку с кнопкой в пещерах, а также статую, вы сможете использовать своё тело в качестве таймера. Для этого вам нужно будет воздвигнуть вот такую конструкцию, и если там достаточно проводов, чтобы соединить эту конструкцию воедино, то вам просто нужно войти внутрь, и дальше ваше тело сделает всю работу за вас. Ну вот и всё. Таким вот получилось это спонтанное продолжение рубрики «Беды с башкой». Пользуйтесь этим лайфхаком, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Молтор, всем удачи и адьос. На одной из наших улиц был весёлый дом. Там раскручивая плёнки, беломагнитопон. Жизнерадостный шокейк улыбался... Жизнерадостный шокейк улыбался...